Всем привет! Меня зовут Оля! Меня зовут Данил. Всем привет! Это Оля из Северной Каролины. Это Данил из Северной Каролины. И сегодня у нас видео про школу. Наш чудесный гость сегодня нам расскажет об особенности обучения в США в elementary, в младшей школе. Ну, начнем со стандартных вопросов. Мы переехали полтора года назад. Данил, ты говорил полтора года назад на английском? Ну, немного говорил. А как ты учился английскому языку до того, как ты сюда приехал? Мы ходили как-то на программы. В языковую школу мы ходили? Да, языковая школа. Группа 5-6 человек. Ну, примерно так, да. Он туда ходил, ну, года два, наверное. Один год мы ходили, пока мы жили в Ростове. Один год, пока мы жили в Куйбышеве. Да, примерно так. И потом просто с помощью приложения. Чик-чик-чик-чик. Что-то там по клике слова, там по заучивать лексику такое. О, таракан. А кто это? А что у него усы так шарелятся? Это таракан. Кто это? Таракан. Да, тараканы, конечно, борзели уже в край. Ладно. Давай, задавай вопрос. Какой следующий вопрос? Ага. А когда ты приехал сюда, с тобой учителя говорили по-русски? Нет. Ну, через транслейтеры некоторые. Google Translate в телефоне? Через переводчик. Да, переводчик. Ну, я понимал, я больше понимал, чем говорить. Ну, я понимал прям все, ну, как бы, мог свою говорить. А сейчас ты говоришь по-русски? Да. Хорошо. Лучше. Так долго. Ага. Чего ты такой грустный голос? Я грустный. Ну, наверное, потом все грустно. У меня тебе тихоходка. Конечно, тихоходка. Можешь жить при большей, при очень большими и маленькими температуре. Температуре. Температура. Рах. Высоких и низких. Ноль. Они не могут быть маленькими, большими. Они могут быть высокие, высокие, либо низкие. Ладно, следующий вопрос. Как у тебя проходит школьный день? Что вы делаете на перемене? У нас нету, так называемых, перемен между уроками. У нас есть одна большая перемена, где-то 30 минут, и в основном мы идем на улицу. Да, мы. Мы не идем на улицу в России, у нас тут только, там, три раза это было вроде бы, не понял. Мало. Это вот по конец года. Это был урок физкультурской и все. Не, мы даже просто выходили по конец года. А так нас каждый день, 30-25 минут, мы на улице, как бы, перемены. Перемена большая, единственная. А звонки есть в школе? Звонки. У нас еще нету. Уже есть начальная школа и, как бы, как там. Миддл скул. Миддл скул, средняя и высокая. Я в начальной, я в последнем классе начальной. Про старшую школу мы выясним потом, попозже у моего старшего сына. Про миддл скул, среднюю школу я пока ничего не могу сказать. Подождаем следующего года. Да, это у нас будет живой внедренец, который нам поведает о миддл скул особенностях, как, чем отличается средняя школа от младшей школы на личном опыте. Но это через год. Подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте о нас. Следующий вопрос. Школьная форма? Школьная форма свободная. Можно ходить в чем хочется, но все нормально. Можно одеть футболку и шорты. Можно одеть пижаму? Мне кажется. Не знаю. Возможно. Да. Если в Волморт приходят пижамы, то в школу ходят так же. Но нельзя иметь слишком маленькие шорты. Короткие шорты? Короткие шорты нельзя. Слишком короткие. Это на сколько слишком? Ну, например, вот такие шорты. Вот такие шорты будут, наверное, маленькие. Ну, как бы и зачем там холодильник в школе? Работает кондиционер. Ну, я хожу в худи, в футболке, в разных шортах. Худи – это капюшон. Капюшоны можно? Нет. Ну, как бы одевать, иметь их можно, но одевать у нас нельзя. Да, одевать на голову капюшон нельзя. Но это, в принципе, такое же правило существует на многих рабочих местах. Раньше мне в Волморте года месяца-два назад говорили, что даже кофту с капюшоном нельзя. То есть вот у меня жилет, чтобы капюшон был вниз спрятан. А сейчас уже можно. Ну, не на голове, но вот так вот можно ходить. На заводах везде тоже запрещены капюшоны. То есть держать кепку, закрывающую глаза, либо капюшон на голове тоже запрещено. Но это технические безопасности и все остальные правила безопасности. Видимо, в школе к этому также приучают. Что у нас еще? Какие твои предметы? То есть сколько уроков у тебя в день? Уроков 104 по часу у нас. А у нас первое идет по математике, потом мы ведем в другое классное чтение, потом мы ведем на социальные науки, потом мы ведем на социальные науки. А чем отличаются науки от социальных наук? Науки это как бы эксперимент, это типа химия для мелких. Чего там уже бомбы делаете? Нет. У нас был эксперимент, у нас там несколько. Что, пучу вода? Нет, у нас там ублик. Не знаю, что такое. Ублик? Ублик. Так говорится, ублик. А чего делаем там? Нам дали ублик в пакете. Он как ублик? Он белый. Он типа как жидкость, но он твердый. И что он потом делал с ним? Ну мы, короче, писали о нем. А чего они писали? Ну типа, если его попробовать, как он будет чувствоваться. Описывали его. А потом кинули его в кислоту, он взорвался? Нет. Мы его забрали. А социальные науки, ну, это непонятно, что. Ну там у нас, говорится, у нас будет история. Блин, не история. История, да, по-русски. У нас будет география. Ну типа, что-то там еще. Типа как строение государства. Это в прошлом году у старшего было. Там вот строение государства, президент. Вот это все. Ну, в общем, непонятно, о чем говоришь. Говоришь ли там социальных наук. Да, у меня такого предмета в школе не было. Но я знаю, что он есть в России. Его ввели же вот в эти последние годы когда-то. Я забыла. Не социология, не политология. Вот что-то такое. Ну, в общем, строение государства, права, основы права. Что-то такое будет. Интересно. Окей. Еще хотела что-то сказать. А, во сколько стоим утром? В 6.10. В 6.10 утра, тадам. Потому что автобус приходит там в 6.30. Это школьный автобус у нас бесплатный. Он приходит, тебя забирает. И может, так же, со школы тебя забрать и привезти домой. Все бесплатно. А мы в прошлом году один раз потеряли. Самый первый наш учебный день. Год, день, день был, да. И нам ребенка потеряли. Он не пошел на свой автобус, потому что... Я не знала, как идти на автобус. Да. Но в следующий день его потом уже они просекли эту фишку и уже за ручку его вывели в следующий раз. А в первый день... Потом нам позвонили, сказали, ну, прийдите, пожалуйста, заберите детей в машину. Так. То есть мы садимся в школу. То есть вот выходим на остановку утром. Садится он в автобус сам. Там целая толпа детей. Все едут в автобусы в школу. Там потом начинается завтрак. Что нам завтрак дают? Ну, завтрак дают... Обычно каждое мнение разное. Ну, нам дают, типа, сухарики. Это всегда... Ну, не прям, не сухарики сухарики сухарики. Ну, хрустяшки с молоком. Ну, хрустяшки с молоком есть. А есть просто, типа, такие сухари, ну, и сухари, как фастфуд. Крупанс? Ну, такие большие сухарики. Хлеб не сушеный. Ну, такие, примерно такие. Ну, да. Ты сейчас там. Ну, слёт такой, но и не как сухарики, которые такие решки. Они без приправ, они просто такие воздушные. Да, просто сухарики. А так, каждый день разные. Ну. Потом у нас идут уроки, а потом опять еда. Вторая еда всегда есть. Да, есть вторая еда. На ланч обычно есть несколько опций. Есть обычно несколько опций. Обычно три, иногда даже четыре. У нас есть, типа, первое, второе. Ну, опция А или Б. И есть ещё салат или что-то такое. А-а-а. Нормальное. Нормальное. Типа суп с кашей. Нет, супов схожи на сомнику. Вот, и могу дать пример нам. Я забыл. Могу дать пример. У нас есть чикинуэк, то есть куриная ножка. Есть чиздипс. Чиздипс это тесто с сыром. И его можно макать в томатный соус. У нас в школе. То есть, это опция А и Б. Куриная ножка. Там ещё есть картошка. Фри? Не, не фри. Вилэдж Паттейто. Она кусочками такая обжаренная. Не, она называется Мэш Паттейтос. А, ну что это? Толченка. Толченка. О, толченка. Толченка это типа как вторая опция. Типа, берёшень или нет. Там ещё есть бобы иногда дают. Чипа, может типа берёшь или нет. К, к твоему блюду. В бобы смысле фасоль варёная, тушёная. Ну, чё это так вот, да. И потом у нас ещё на напиток нам дают молоко. Молоко или шоколадное молоко. У нас даже сейчас есть клубничное молоко. Ну, это как бы редкость. Воду нам даже перестали давать. В прошлом, в третьем классе нам давали иногда воду холодную. Ну, как бы, можно было взять. Ну, ладно, что мы с ним сделали, бутылочку. Не, ну, там можно типа стаканчик взять. А теперь у нас нету. А на завтра нам дают сок. Такой маленький. Коробочку. Можно взять молоко тоже. Кулер в классе стоит? Да. А почему ты всё время с бутылочкой ходишь? А, кулер нет. Кулер, а ты чего слышал? Кулер, кажется, типа не занят. А, этот кулер. Не, кулер. Не, кулер. Ну, у нас есть, можно иногда спрашивать, типа, можно попить воды? Типа, можно выйти из класса, у нас там будут фонтанчики. Да, фонтанчики есть. Но в основном так не дают, потому что когда, типа, все идут в туалет, там можно попить. Ну, да. Они обычно стараются держать всех, группами все ходят туда-сюда, а сами по себе школьники по школе не бродят. В целях безопасности и дисциплины тоже. Даже у старшего я видел, у него там специальный пропуск, было ему надо было пойти, там, к одному преподавателю, допустим, к тренеру по плаванию. И вот ему, основной преподаватель, у кого сейчас урок, он ему выдавал бумажку, о том, что да, он по разрешению идёт, по школе не просто так слоняется. Чё ещё? У нас есть специальный урок, он длится 10-45 минут. Каждый день он у нас разный. Это просто, типа, у вас есть, может быть, физкультура, изо, там, технология, что-то такого. У нас есть изо, та же технология, по факту. У нас есть музыка, у нас есть физкультура. Чё вы на музыке изучаете? Песни поете? Калинка-малинка? Нет. Джинглбасс? Нет, у нас там какие-то... Ну, у нас было два урока, три урока как-то музыки в начале года. На первом учителе не было, был другой учителе, разместитель, так что мы ничего не делали. На втором мы просто изучали, как-то... Ну, там ничего не делали, подолгу поливали? Ну, по факту, да. Мы просто сидели, когда-то там, типа, комфортная, комфортная зона. А-а-а. Там, я же, мы сговаривали. Ну, с вами лежишь, где вы там лежали-то? Ну, там комфортная зона. Можно на полу лежать? Нет, ну, там, типа, ковер и там подушки. В классе у вас есть ковер и подушки? Ну, в музыкальном. Ну, обычно у других классов есть, типа, тоже такая комфортная зона, типа, там, стул, подушка, ковер, небольшой. И вы там такие лежите все на коврах? Нет. А сколько у вас человек в классе? Ну, где-то 23 обычно, 24. Ага. Окей. Музыкальные инструменты есть в музыкальном классе? Да. Есть, но пока их еще не используем. Мы использовали какие-то трубы. Как ты бьешь по ним, они не издают звук. Окей. Ну, они, наверное, вам показывали разные ноты. Дори, ми, фасоли, синий. Не, ну, Дори, ми, фасоли, это мы в прошлых классах изучали. В третьем и четвертом. Ну, ладно, спасибо вам за интервью. Было очень познавательное. Какие у тебя оценки за год? О, а сколько у тебя учебников покажешь? Учебников? А, вот это мой букбек, рюкзак. Букбек или бэкхэк. Ну, там еще я работаю. Ну, ладно. Что у нас тут? У нас тут. Пенал с карандашами. Это мой основной пенал. Там есть маркер черный. На минуточку. Вот я вот тут вот вижу еще у него тьма карандашей. Это для быстрого доступа. У нас второй пенал. Он с карандашами. Тут много карандашей. Это так обязательно все носят? Не, ну, это я ношу. Да, он у меня маньяк. Он любит носить карандаши, чтобы делиться с друзьями. Ну, вот так люди носят, там, три карандаши в руках, обычно. У меня пенал. У тебя пенал, да. Ты можешь поднимать. Что у нас еще тут? У нас тут кофта. Которую надо постирать? На карандаш. Не по госту. Шпаны. Тоже постирать? И еще у нас первый ноутбук. Это ноутбук. Я не знаю, по какому предмету. И ничего нет пока. А сколько вы уже учитесь? Завтра 1 сентября. А, сегодня 1 сентября. А, вчера было 1 сентября. А сегодня 2 сентября. Четвертая неделя вроде бы будет. Или третья? Да, школы Северной Каролины начали обучение в разное время. Завтра начнутся уроки в Мэкленбург Каунте, вот где Шарлотта. Не завтра выходит школа. А у нас в Гастон Каунте. Наши начали в этом году учиться с 14 августа. В прошлом году, по-моему, с 8 августа они начали учебу. Где-то 15 августа, где-то так. Ну ладно, неважно. Ну с 15 августа, окей. А, подождите, а Южная Каролина начала учиться. По-моему, 4 августа как раз мы ехали на море. Мы уже видели скулбасы, они ехали и везли детей. Она по честению. Но я её не использую. Пусть она не говорит использовать её. Ещё нет. Она в основном даёт бумажки, на которых... Задание. Так, примеры бумажек я сейчас вот сфотографирую и выложу. Да, вот это было. Вот это у нас. Вот. Social studies. Социальной науки. Тут я ещё не знаю. Ну на минуточку. С прошлого года у него были эти же тетрадки, мы просто вырвали три листочка. Потому что там было исписано три листочка за год. Так что... Не, ну в прошлом году на математике и чтении там много было исписано. Десять листочков. Двадцать. Чё тут у нас? Вот тут... Вот мы используем... Наутбуке мы используем вот бумажку. Чё, осталось бы в ноутбуке, даже в сторону оттуда выдрался. Она просто ей их выдаёт. Это у нас. Фолдер. Это ещё один фолдер. Это зелёный. Зелёный, значит, social studies. Пусть... Покажите, как... О! Вот это хорошо. Там таблица измерений. Это у нас. Даже я написал. Science. Science у нас есть. О! Уже что-то интересное. Сейчас отсканирую, сфотографирую и покажу. Самое-самое, типа, пульс, кажется, изучение слов. Они учат слова. Сейчас, как будет со старшим, интервью буду делать. Там тоже расскажем, какие слова дети учат на уроках английского языка. Потому что очень много английских слов, которые я лично не знаю. Хоть я и преподавала английский, но там реально... Вот у старшего сына он не учит такие слова, которые я не знаю. Ну, и они тоже не знают, естественно. Это по чтению. E, L, A. English literature. А что такое A? A это... Что-то. Language literature. Окей, no idea. Тут у нас больше всего у нас есть. Homework calendar. Календарь по домашке. Когда будет домашку задавать, а когда не будет задавать? Ну, типа, что тебе задают завтра? Тут у нас даже немного flashcards, кажется, я сделала. О, это типа дневник. А дневник у вас вообще есть? Нет. Нет. А это у нас тут много бумажек, которые мы делали в консе. Их прям много. Это только начало года. Ну да, это к вопросу, покупать ли тетради вообще или нет, потому что они реально всё делают либо на компьютере, либо чуть-чуть распечатывают уже подготовленный материал, а не на них там царапают лапками. А вот это у нас по математике. А я не покупала чёрную папку. Ну, дали. К вопросу, что купить к школе? Я купила только, наверное, две папки какие-то. Две папки он в прошлом году принёс со школы, а вот сейчас ещё добавилось. Ну, принёс, мне дали. Ну, да, мне дали. Ну, ты же их потом принёс? Ну, да. Отжал от учительницы? Не отжал. Одну мне подарили, как-то ученик. То есть ты у другого мальчика отжал? Я не отжал, он мне отдал. Ну, ты на него просто посмотрела, а он тебе её отдал, молча. Не плакал при этом. Нет, это друг. Ты его хоть имя помнишь, друг? Да. Окей. А он помнит твое имя? Да. Он плачет, когда его произносят? Нет. Не знаю. В математике что у нас есть? У нас есть... Пустой листик, наверное, нормально. Написано. Один А, два С, даю. Окей. То есть ключи к тестам. Ответы к тестам. Ну, положи обратно его, можешь пригодиться ещё. Ну, не думаю, что пригодится. Всё, empty? Ну, по факту, да, тут есть фолдер, но я его не использую. А, ну так это... Ну-ка, покажи. Что это такое? Это нам ещё давали в Новосибирске. Да, пакет документов мы когда готовили на визу. В Польшу. Ну, а так я рекомендую, если идёте в школу, густик это будет удобно, но и выдают там, но возможно будет не хватать. Фотор баттл нужно, потому что это физкультура, и каждый день на улице бегать, а сейчас там жара. Должен надо. Всё рекомендую. Ну, всё, спасибо вам. Окей. Ключ от дома, чтобы вырваться. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, пишите, подписывайтесь. Пока-пока. Смотрите, смотрите следующее видео. Вот тут вот. Тут вот. Тут вот. Где-то. Везде. Татвусь. А теперь бонус для тех, кто досмотрел. Посмотрим, что же у нас за домашнее задание в школу, ну и на уроках, чем они занимаются в начальной школе. Пятый класс. Это по чтению. Типичное, как домашнее или ворксит для начала пятого грейда. Вот тут учим слова и как их использовать. А это что? Это тоже ворксит. А, это домашнее. По какому предмету? Или ворксит. Ну, чтение. То есть вы прочитали книжку и теперь по ней отвечать на опросы? Нет, вы прочитали как там сентенс и сделали инференс. Сентенс и инференс. Предложение, а инференс это что такое? Ну, типа, я думаю тоже, как бы. Сделали выводы? Ну да, вывод. Из текста. Окей, проанализировали. Ну и тут. А это все-таки что это было-то? Это, ну, это по сайенс, это по науке. Нам, мы делали типа, фоу, выводы, типа, с юсфу инференс. Ну, типа, слова, которые вы там используете, вы вот их запоминали. Так, есть еще, кстати. Еще есть? Что такое куклинг? А, салгут. Что такое куклинг? Кулинг. Кулинг. А, это О? Извините. О, не все-таки. О, не все-таки. Конденсацион. Инсулейшн. Окей. I'm not cold. Яппи. Какая прелесть, она открывается? Транспирэйшн. Что такое? Транспирэйшн. Это W. Это W. Транспирэйшн. 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 Ныне, вот я его не вижу. Окей. А, ну, то есть, это это самое, из крови, вода из них выходит. Ой, какая прелесть. А тут внутри картинка. Какие корни смешные у дуба. А вот тут вот корень тоже должен быть. Но они так же, как ветки. Тут сколько веток, столько и корней лежат. Ой, это птичка. Смотри, какая прелесть. Мак улетит. А вот это микробы летают? Это, я не знаю. Там атом у тебя вот был нарисован. Вот атомы. А это, наверное, атомы летят куда-то. От грозы. Но рыба есть. Где рыба? О, рыба. Прямо на рыбке. Возвращаемся к чтению. Это у нас прошел август. Это была домашка. Где у нас? 30 августа. Финис чего? Финис Ридинг. Финис Ридинг. Финис Ридинг Завалд. Эйч потерял. А, то есть книжку, которую тебе выдали, ты дочитываешь. Да, я ее выбрал. У нас у нас был задание. Хомер. Выбрать книжку и начать ее читать. Да, и ответь вопросы. Курсив. Окей. Так, это вы букву D учились писать. Курсив. Курсив мы учим. Ой, сейчас очень популярное видео по курсиву. И особенно, я смотрю, очень много мне попадается, как по-русски курсивом писать. По-английски эти видео. А что, не знаю, как по-русски они или нет? Для американцев это шок-контент. А. Поэтому сейчас очень много русскоязычных видео о том, как слово шиншилла написать по-русски. Английское. Childhood obesity. А, то есть тут надо было задание написать про ожирение, проблему ожирения в детском возрасте. В Америке. А, тут как раз про, про что это? Шорт стадикой. Диаспера... А, это у нас книга. Диаспераукс. Диаспераукс. Это снега про мужчин, которые говорят. Диаспераукс это мелкая мышь, которая... Короче, был рожден на последнем из всех, потому что все другие умерли. Он родился с открытыми как-то там глазами. Он мелкий, у него большие уши. А еще он как бы different, он другой, он читает в книге. Мышь, может, как он еще читает? Он на мышь. Окей. И вы ее прочитали, а теперь вот это с Астом? Нет, нет, мы ее продолжаем читать. А, точно, chapter 3 и 4. А по ней вот вопрос отвечает. А это land, land. Это у нас был homework. Понятно, homework. Вопросы, на них отвечаем. Тут что-то опять объясните, но тут что-то как-то... Это первый длюх, но... А, то есть вы сначала первое задание сделали, какие-то выписали что-то... Что такое сода? Ну, сода. Сода? Это reasons. А, reasons, почему? Сода, не в смысле сода, который bacon soda, а который напиток газированный. Ну, там времени не было. Ну, это еще какие-то задания. Make inference. А, это homo. Вроде бы. То есть вы читаете, а потом делаете выводы, что вы можете сказать по этому поводу. Тут опять что-то прочитали. Да, тут вот делали выводы. Make inference. Ну, да, не реалистичные. Не реалистичные, извините. А тут опять... Ой, задачки какие интересные. Тут надо угадать, где происходит действие. О чем вообще текст? Вот Эдвард куда-то бежит. И потом... Чего не делали, на самом деле? В комментариях угадайте вот это. Да, Данилу... Поставьте на паузу и угадайте. Данила, задача это очень сложная далась. What did Jake have and what was he doing? Да, вот попробуйте угадать. Ждем ваши ответы в комментариях. Что же они делали? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!